Всем тихой ночи. Недавно вышла новая краткометражка по SCP от Эвана Роялити. Того самого, который до этого сделал Дом кукол и Призрачный город. Также по этой вселенной. А еще отметился коротким метром по известной крипипасте про Backrooms. Новый фильм автора практически сразу собрал миллион просмотров, что не удивительно. Ведь снят он довольно круто. Конечно, есть и недостатки. Например, местами странные и не очень логичные действия показанных МОК. Хотя то же самое можно сказать и про оригинальные SCP истории. Так что это даже не проблема короткометражки. Ну и недочеты во внешнем виде МОК. Меня как-то немного покоробило, что они в джинсах. С другой стороны. В кадре мы видим МОК и Пселон 6 Деревенские дураки, которых прикрывает МОК Нью-7 Удар Молота. Деревенские дураки это прежде всего МОК внедрение. И бойцы этой группы вполне могут выглядеть как обычные жители сельской местности. Отсюда и джинсы. В любом случае посмотреть стоит. И даже, наверное, сделать это стоит до просмотра этого видео. Потому что тут будет разбор. Кстати, по русским озвучкам. Иван Конструктор оперативно сделал одноголосую озвучку. Вернее, там есть даже несколько моих реплик. И в данный момент готовится большая многоголосая от сообщества, в которой примет участие множество деятелей R.O.S.C.P. Сдаётся мне звучать, это будет интересно. Как она выйдет обязательно, добавлю к ссылкам в описании. Многие задаются вопросом, о чём вообще была эта короткометражка? Какой объект она показывает? По какой-то причине люди считают, что это объект, который авторы придумали сами. С нуля. И даже авторы продвигают эту идею. Но происходящее на экране мне сразу показалось смутно знакомым. Появилось такое чувство, что я уже читал такой объект на этом канале. И чувство это не обмануло. Среди старых роликов нашлось видео по SCP-2480. Незавершённый ритуал. И всё, что происходит в короткометражке, это буквальный эпизод взаимодействия с этим объектом. Кстати, взаимодействовала с ним всё та же МОК и Псилон-6 Деревенские дураки. Надеюсь, авторы решили не говорить о связи с этим объектом, чтобы люди могли строить теории. А не потому, что его написал метафизик, автор, которого не так давно забанили на сайте. Сходство настолько велико, что в этом видео я в основном буду заниматься тем, что расскажу, какие элементы из Оверлорда и с какой части SCP-2480 взяты. Ну да, максимальные спойлеры и всё такое. В начале короткометражки на брифинге нам говорят, что Бойца МОК предстоит столкнуться со странной сектой. Под названием «Новые трансценденталисты», которые подозреваются в похищении людей в химических атаках. Её лидер превратил фермерскую усадьбу в базу для своей этой мистической тусовки. В SCP-2480 история чуть более развернута. В ней говорится о том, что в поместье недавно умершего богатого промышленника, Бетфорда, обосновалось тайное общество под названием «Пробуждение святилища». Его уже пыталась уничтожить одна из организаций мира SCP под названием ГОК, но их операция не завершилась успехом. Тогда в дело вступил фонд SCP, и в окрестности была отправлена МОК «Деревенские дураки», которая начала наблюдать за местными жителями. И те оказались довольно-таки странными людьми. Никого из местных взрослых нельзя было назвать адекватным человеком, а дети так вообще играли с трупом собаки посреди улицы. Именно во время этого исследования SCP узнаёт о похищениях людей, о котором краткометражка говорит буквально сразу. То есть главное, что в самом тексте SCP-2480, прежде чем заняться поместьем, «Деревенские дураки» очень долго исследовали окрестности, посещали множество заброшенных зданий, пытались установить контакт с местным населением, наблюдали за множеством странностей. В Оверлорде SCP изначально отправляет ту же МОК сразу на штурм поместья, сообщая всю информацию в коротком брифинге, что в общем тоже можно считать некоторым косяком, потому что для штурма у SCP есть другие группы. Но опять же, краткометражки — это всё простительно. В конце концов, это же не двухчасовой фильм по объекту. Для дальнейшего разбора нам надо переместиться в середину короткометражки, где бойцы сражаются с невидимыми культистами в капюшонах, которых видно только через какую-то специальную камеру. Также через неё можно увидеть какие-то символы на стенах. В объекте первоисточники об этом написано куда больше. Дело в том, что в окрестностях SCP-2480 происходит целая невидимая жизнь, о которой, к слову, удается изначально узнать не при помощи волшебной камеры, а при помощи веществ, изменяющих сознание. Так или иначе, оказалось, что местные обычные жители, которых встречали бойцы МОК, были иллюзией. И на самом деле окрестности поместья наполнены культистами, описания которых один в один соответствуют тому, что мы видим в короткометражке. Это люди в рясах с капюшонами. Рясы на вид как будто грубо сшиты из кусков кожи, а лица их невозможно разглядеть. Однако, кроме невидимых культистов, в объекте есть описания и бесформенных организмов, похожих на комье плоти, монстров, выглядящих как нагромождение кишок. А дети, игравшие с мёртвой собакой, вообще оказываются мелкими, человекоподобными существами с огромными клыками и когтями. Ещё один элемент короткометражки — это круглые тоннели, которые внезапно появляются то тут, то там. И невидимые существа в виде тентаклей, которые хватают и держат людей. В ролике особенно непонятна их взаимосвязь, но вроде бы можно догадаться, что тоннели проделывают себе эти тентакли, перемещаясь под землёй. В SCP-2480 отописываются скользкие багровые усики, которые способны прорывать себе тоннель и хватать людей на поверхности, после чего утаскивать их к себе в подземное логово. В самой короткометражке такой эпизод есть, но на нём даже не акцентируется внимание. Супальцем было дано обозначение SCP-2480-3, а сами бойцы МОК дали им прозвище Хватателя. Ну и конечно же вопрос, а что там вообще в целом такое происходит? В короткометражке бойцы слышат голос, который говорит, насколько крут их повелитель. Не так много, но если читать оригинал, становится понятнее. Речь идёт о великом карцисте Ионе, главной фигурой в саркицизме. И сам владелец усадьбы, конечно же, тоже оказался карцистом, но попроще. Это был карцист Карвас. В объекте, кстати, есть неожиданный поворот. Карцист Карвас оказывается бывшим сотрудником фонда, который слишком много узнал о саркицизме и решил немного, так сказать, попробовать. Но в итоге это дело его немного затянуло. В короткометражке есть намёки на то, что бойцы МОК лично знают своего главного противника. Но только прочитав оригинальный объект, можно предположить примерно, почему так может быть. Единственное, что сильно отличается от объекта, это то, что в оверлорде этого парня убило всего лишь выстрелом из пистолета. А в тексте объекта он сам себе конечности отрывает только для того, чтобы попробовать напасть на персонал фонда. А вот чего в короткометражке нет совсем, так это финального штурма. Дело в том, что, хорошо изучив объект, фонд SCP совместно с GOG разработали масштабную операцию по зачистке местности. Они собрали МОК-ПСи-9, глядящие в бездну, которая в результате долгих и упорных боёв уничтожила явление, известное как SCP-2480, полностью. В общем, как мы видим, в короткометражке Оверлорд нам показан именно SCP-2480, однако сильно упрощённый. При этом, если как-то пытаться расположить саму короткометражку во времени, то, по идее, она должна относиться к тому промежутку, когда МОК и Псилон-6 деревенские дураки только начали исследование этого SCP. Ну а некоторые несоответствия можно, как обычно, объяснить мультивселенной, почему нет. В конце концов, возможно, в мире короткометражки объект был обнаружен гораздо раньше, чем в SCP-2480, и он просто не успел разрастись и набрать силу. Кстати, а как она вам вообще? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok